Известный британский ученый Стивен Хоген Суммировав всю информацию об окружающей нас действительности, он математически высчитал, что наша с вами человеческая цивилизация обречена. Она неизбежно погибнет и уже в этом тысячелетии. Однако виной земного апокалипсиса будет не шальной астероид, которым нас пугают астрономы, и не солнечный ветер, и не новый ледниковый период, а сам человек. И в этом нет никакого преувеличения. Способность современного человечества к самоуничтожению сегодня приблизилась к той роковой черте, за которой какие бы действия человек не совершал, он неизбежно оказывается на кладбище истории. Сегодня в нашей программе вы увидите. Кто нагнал аномальные холода на Америку? Люди боятся выходить из дома, говорят, ужас, как жить, как ездить. Почему в Вашингтоне говорят о погодном оружии? У нас с вами в России это направление называется активное воздействие на атмосферу. И на что способна климатическая бомба? Оружие есть, но массово оно не применяется. Погода в мире словно сошла с ума. В начале нового 2018 года Америку сковали небывалые морозы и снегопады. По северо-восточным штатам пронесся зимний циклон Грейсон. Метеорологи называют такие циклоны бомбовыми. За мощь и непредсказуемость. В этой связи американские политики немедленно закричали о новой русской бомбе. По их гипотезе, в холодах виноваты русские, пустившие в ход некое климатическое оружие. В это время Москва впервые, кстати, за всю историю метеонаблюдений, была совсем без снега. Находясь в центре теплого атмосферного фронта, по краям которого в Ивановской, Липецкой, Воронежской областях и даже на Кубани бушевали суровые снежные метели. Потому американцы и закричали, что русские напустили на них весь свой снег. Это смешно, но версия об искусственном воздействии на погоду имеет право на жизнь. Давайте посмотрим, что же происходило в Штатах. На большей части территории США в первые дни Нового года выпало около 60 сантиметров осадка. Это парализовало движение на дорогах и авиасообщения. Закрылись школы и многие государственные учреждения. Так как снегоуборочной техники в теплой Америке нет, жителям пришлось откапываться из сугробов самим. Нью-Йорк словно превратился в гигантскую декорацию к фильму «Катастрофе». Пригородные шоссе были парализованы из-за пробок и аварий. Это самое крупное. 22 машины на летней, конечно же, резине смялись в один большой сугроб. Но еще страшнее снега в США оказались морозы на 40 градусов ниже нормы. В некоторых штатах температура воздуха снизилась до минус 30 градусов по Цельсию, что почти национальное бедствие. Впервые в истории Америки замерз Атлантический океан и акула в нем. Некоторые пляжи превратились в катки, а изумленные рыбаки голыми руками вынимали из воды свежемороженую рыбу. При этом американцы с присущим им оптимизмом не унывали. Они прыгали в сугробы и рисовали так называемую бабочку на снегу. Но предусмотрительно скупили все продукты из супермаркета. И старались не отходить далеко от дома. А после холодов все получили астрономические счета за электричество и газ. А в некоторых районах и штрафы за то, что не чистили снег вокруг своего дома. Что нормально для русского? Американцу смерть. СМИ сообщили о нескольких десятках замерзших на улицах городов США. Ведь американцы даже в усиленной экипировке не готовы к таким морозам. Это показали военные учения НАТО под названием «Джойнт Викинг» в Скандинавии в 2017 году. Морозы в минус 45 оказались губительными для американских солдат. Те ужасно замерзли, как сообщили шведы. На тренировке в Норвегии верхняя одежда американских морпехов рвалась по швам. Молнии не расстегивались, а ботинки выпадали из лыжных креплений. В результате военным пришлось самостоятельно утепляться с помощью парашютной ткани. Сейчас в США кричат, что холода на североамериканский континент напустили русские. Они говорят, это наш им ответ за холодное лето 2017-го, полное дождей и ураганов. Но значит ли это, что они сознаются в применении климатического оружия? Такого сурового лета, как прошлое, метеорологи не помнят. Поэтому еще тогда российские эксперты предположили, холодное лето в России кем-то сделано. Возможность применения климатического оружия против Российской Федерации, да, или там, против каких-то регионов России, ну, это абсолютно возможный факт. Больше всего разработок по созданию климатического оружия именно у США. Лишь недавно был рассекречен проект СЕО, то есть тюлень, времен Второй мировой войны по созданию искусственного цунами. И так долго о нем ничего не знали не случайно. Идея весьма проста. Взорвать под водой мощные бомбы, которые могли бы вызвать разрушительную волну на побережье противника. ВМС США даже вело такие испытания у побережья Новой Зеландии в 1943-45-м годах. Они были успешными. Удалось создать 10-метровую волну цунами. Правда, для этого требовалось заложить несколько тысяч снарядов на протяжении 10 километров, что было весьма дорого и трудоемко. Но вскоре было изобретено ядерное оружие. И оно решило все сложности. Доказать, что цунами, вызванный искусственно-атомной бомбой, почти невозможно. Особенно, если оно повредит атомную электростанцию, как на Фукусиме. Проблема в итоге оказалась в другом. Перед искусственными цунами самыми беззащитными являются именно США и их союзники. Атомным станциям требуется охлаждение водой. Поэтому их всегда строят на берегу озер или морей. Но в Японии, Канаде и Штатах самые большие АЭС стоят на берегах океана. Поэтому американские военные переключились на другие виды климатического оружия. Самые простые способы обрушить ливни или устроить засуху на территории условного противника были испытаны еще во время Вьетнамской войны. Тогда США раскуляли над облаками йогид серебра. Но с тех пор появились гораздо более эффективные реагенты. Например, в одной из лабораторий Флориды создан секретный полимер Дин-Оугель. Это водный абсорбент. Подобных сейчас очень много в широкой продаже для детских фокусов и школьных опытов. Смотрите, как это работает. Высыпайте порошок в воду, и через некоторое время, например, у вас будет много, очень много искусственного снега. Точно так же действует и климатическое оружие, испытанное в США в 2000 году. С самолета ученые распылили около 4 тонн секретного порошка над огромной грозовой тучей. И та полностью рассеялась. Руководитель проекта Питер Кордоне объяснил эффект. Частицы порошка способны впитывать влагу в количестве в 2000 раз превышающем их собственную массу. Конечно, ученые хотели лишь разгонять облака для хорошей погоды во время массовых мероприятий. Но кто мешает сделать то же самое, чтобы устроить засуху? Или, к слову, напустить снежный циклон на половину страны? Это уже давно не фантастика, а реальная технология управления климатом. И она используется в промышленных масштабах. У нас с вами в России это направление называется активное воздействие на атмосферу. Значит, в связи с тем, что когда у нас споры ведутся на телевидении о том, что существует оружие, не существует оружие, давайте, существует технология или не существует. Если существует отдел, который лицензирует активное воздействие на атмосферу с целью коррекции метрологических условий, и такая лицензия выдается не только у нас, а и во всем мире, значит, такие технологии существуют. Технология управления погодой всегда двойного назначения. От разрушительных торнадо каждый год страдает несколько штатов Америки. Таков там климат. Американские ученые давно пытались найти способ обуздать природные ураганы или научиться создавать смерчи, послушные людям. Чего только не предлагали. Так профессор Моши Аламара из Массачусетского университета разработал проект тайфунного оружия. На бумаге все просто. На полубу авианосца поставить два десятка реактивных двигателей со списанных боевых самолетов. И запустить. Они создадут огромный восходящий поток воздуха. Через несколько часов работы двигатели инициируют формирование торнадо. И оно послушно, словно на поводке, последует за судном. В итоге оказалось, что воплотить это в жизнь пока нереально. Тогда Аламара придумал нагревать облака над ураганами. Например, лазерами со спутника. Тем более, что на Аляске стоит антенный комплекс ХААР. По мнению сторонников теории заговора, примерно для этого и предназначены. Потом была масса у нас с вами известных, так сказать, направлений технологий этого введения в дальний космос искусственных спутников, оснащенных технологиями, позволяющими воздействию то же самое на ионосферные слои с целью возможности изучения и коррекции металлогических условий. Странное совпадение. Но именно за 4 недели до новогодних морозов, 30 ноября 2017 года, США запустили ракету, которая вывела на полярную орбиту метеорологический спутник нового поколения. Аппарат GPS-S1 предназначен для дистанционного зондирования Земли, наблюдений за мировым океаном и атмосферой. Ожидается, что 5 новейших научных приборов, установленных на нем, позволят повысить точность прогнозов погоды. Почему же именно сейчас американцам так важно точно отслеживать погоду? Эксперты выступают еще с одной шокирующей гипотезой. Миф о глобальном потеплении это прикрытие ЦРУ по использованию Америкой климатического оружия в разных точках планеты. И новый спутник призван следить за новой фазой этих проектов. Прощай, немытая Россия, написал однажды Лермонтов, никак не подозревая, что эта строчка превратится в обидное и несправедливое клеймо. Немытой войдет в историю наша страна, неряшливая и некультурная. Но вот вопрос. Во-первых, такой уж действительно ли Россия была немытой? А во-вторых, так ли уж чисты и высококультурны были они с той стороны забора? Вот для тех, кто ищет ответы на эти вопросы, наш новый документальный сборник «Прощай, немытая Европа». В нем мы пытаемся честно рассказать, каков он в реальности западный мир. Без наших доморощенных приукрашиваний, без романтизации заграничной жизни, без того, о чем с такой болью писал еще Грибоедов, как о тупом, рабском, слепом подражании всему западному. Подробнее об этой книге вы можете узнать здесь. Кто придумал миф о глобальном потеплении? Кто-то предупреждает об опасности перегрева, кто-то о замерзании. Кому верить? И кому выгодно скрывать знания об изменении климата? Обман элиты с целью зарабатывания денег. Давайте посмотрим, какие разрушительные удары стихии последних лет связывают с глобальным потеплением. 1999 год. Наводнение в Венесуэле. Оползни и селевые потоки разрушили полстраны. Более 30 тысяч человек погибли. Странное совпадение. Но за полгода до этого к власти в этой богатой нефтью стране пришел Уга Чавес. Большой друг России. 2002 год. Крупнейшее за 100 лет наводнение в Европе. Сильнее всего пострадали Россия, Чехия, Австрия, Германия, Словакия, Польша, Венгрия, Румыния и Хорватия. 2003 год. Жара и засуха в Европе. Свыше 30 тысяч погибших. 2004 год. Цунами и наводнение в Юго-Восточной Азии. Сотни тысяч погибших и пропавших без вести. 2010-й. Аномальная жара в России. Свыше 30 тысяч жертв. Извержение Исландского вулкана в Европе. 2011-й. Подводное землетрясение, цунами и авария на атомной станции Фукусима. Фукусима. Кто ее сдвинул с места? Кто Фукусима обрушил? То есть кто-то испытывает вот такое оружие, кто-то, и оно неуправляемо. 2016-й. Особенно был богат на капризы стихии. Непрерывные ливни затопили Германию, несколько провинций Китая и часть регионов России. А на Ямале оттаяли скотомогильники с сибирской язвой, отчего погибли двое, а весь регион был помещен на карантин. В 2017-м в Антарктиде тоже якобы из-за глобального потепления откололся огромный айсберг. Хотя в России в то же самое время наблюдалось аномально холодное лето. Так можно ли на самом деле списывать все это на глобальное потепление? Есть оно на самом деле или нет? Неравномерно вся планета Земля прогревается и замерзает. Поэтому здесь можно в пинг-понг играть. Просто. Ой, глобальное потепление. А другие ученые бьют тревогу. Глобальное похолодание наступает. Ученые разделились на два лагеря. Кто-то предупреждает об опасности перегрева, кто-то о замерзании. Кому верить? И здесь, когда проблема неоднозначно прояснена, очень хорошее поле для деятельности спекулятивной. Вот самые последние научные данные. В самом сердце Гималайских гор французские ученые нашли нечто шокирующее и тревожное. Геологи из Гренобльского университета обнаружили, что ледники горной цепи Каракорум не тают, как ожидалось, а стремительно растут. И это не единственное место на планете, где холодает. Но как же быть с тем, что тают льды Арктики и Антарктиды? Ведь это факт. Эксперты проанализировали факты и выступают с сенсационной новостью. Лед тает на полюсах планеты, а в средних широтах его объем увеличивается. Это означает только одно. Нет никакого глобального потепления. Не существует никакого парникового эффекта. Более того, как доказали климатологи из Каргибского университета, человек не может повлиять на повышение уровня углекислого газа в атмосфере. Они проанализировали природные отложения в океане за последние 100 тысяч лет и выяснили, за все это время количество СО2 было одинаково высоким. А это значит, что вся борьба с глобальным потеплением – одна большая афера. Глобальное потепление на самом деле постепенно переходит уже в режим такого глобального похолодания. Об этом свидетельствуют экспериментальные данные последних, скажем, 10-15 лет. И сами США об этом прекрасно знают. Главное тому подтверждение – Америка так и не подписала киотский протокол. Именно он обязывает все страны мира ограничивать промышленные выбросы в атмосферу, благодаря которым якобы и наблюдается глобальное потепление. А если государство желает развивать свою экономику и не укладывается в квоту выбросов, никакие экологи и не собирались никого сдерживать. Хочешь выделять больше тепла – просто плати. Вот вся суть киотского соглашения. И кто на этой торговле воздухом нажился больше всех? Конечно же, Соединенные Штаты. Вся вот эта инфраструктура киотского протокола и торговля квотами, по большому счету, это новый сегмент рынка с теми же условиями, которые сегодня существуют на фондовом рынке, которые существуют на рынке углеводородов, нефти и газа. Та же биржа, те же торговые единицы, те же росты и падение ценников на пакеты, на квоты. И так далее. Ну и опять же, у руля стоят американцы. Более того, президент США Трамп уже открыто назвал теорию глобального потепления мистификацией. И подписал указ, отменяющий принятый Бараком Обамой так называемый план чистой энергии. По нему Соединенные Штаты Америки должны были сократить выбросы в атмосферу двуокиси углерода и развивать зеленую энергетику. Трамп совершенно однозначно и правильно сказал, что все эти разговоры про климатические потепления, про все это прочее, это не более чем как обман элиты с целью зарабатывания денег. Почти дословно. Ученые утверждают, самое главное в истории с озоновыми дырами и с потеплением даже не то, что человечество обманули, а то, что было упущено драгоценное время. Ведь на самом деле на нашей планете совсем не теплеет. Скоро на Земле начнется маленькая ядерная зима. Последствия могут оказаться необратимыми и катастрофически. В наихудшем сценарии до конца столетия уровень Мирового океана может подняться примерно на 1 метр. Что такое 1 метр? В зону подтопления или затопления или опасных штормовых цунами, то, что сейчас мы наблюдали, допустим, на Филиппинах, попадают десятки миллионов человек, если не сотни миллионов человек. Потери глобального ОВП будут примерно 20%. Это сравнимо с потерями, которые мир понес бы в случае, если бы развязалась Третья мировая война. Самое главное, процесс глобального похолодания не остановить, говорят ученые. Потому что он цикличен. И такое в истории планеты уже происходило. Давайте посмотрим, как менялся климат на протяжении истории. Обойдемся без графиков и цифр. Это гравюры, на которые изображены типичные римляне. В тунике и сандале. Жители римских полисов одевались так круглый год. На скульптурах, барельефах, керамике, других одежд вы не увидите. В Римской империи было жарко, как в Африке. На этих картинах жители того же Средиземноморья, Венецианской республики, Генуи, но уже в эпоху Средневековья. Отороченные мехом длинные камзолы, на ногах закрытая обувь, обязательный головной убор. Климат на территории бывшей Римской империи явно существенно поменялся. Ученые утверждают, наступил так называемый Малый Ледниковый период. В России он пришелся на период правления Ивана Грозного. Последнее потепление началось в 17 веке. Никаких выбросов в атмосферу парниковых газов тогда не было. А климат менялся и весьма существенно. Теория глобального похолодания страшно не нравится американской элите. И причину этого легко понять, если посмотреть, как распределялся ледяной покров в предыдущие холодной эпохи. Ледник как раз спускался на Европу и Северную Америку, доходя по нашей части Европы где-то до широты Днепровских порогов, северных районов Ростовской области, а в Северной Америке до широты чуть ли не Нью-Йорка. Многие американцы обожают смотреть фильмы-катастрофы, в которых страшный катаклизм приключается именно в их родных США. Особенно приятно смотреть на превращенную в ледышку статую свободы, когда сидишь в натопленной комнате, похрустываешь теплым попкорном и запиваешь это все прохладной колой. Приятно щекотать себе нервы такими страшилками. Ведь все, что на экране, увлекательная сказка, небылица. Однако что случится, если зритель узнает, сейчас он видит не результат буйной фантазии голливудских сценаристов, а, возможно, ближайшее будущее. Как показали новогодние праздники 2018-го, скорее всего, случится паника. Таинственные морские чудовища. Современники доисторических динозавров, дожившие до наших дней, или представители неизвестной нам разумной цивилизации, которая много тысячелетий прячется от нас в отдаленных морских глубинах. Для тех, кто ищет ответы на эти вопросы, наш документальный сборник тайны подводного мира. В нем невероятные факты, недавно рассекреченные документы и самые шокирующие гипотезы, которые пока не вписываются в привычную картину мира. Зачем экологи атакуют российские нефтеплатформы? Здесь дело идет с войной против России. И за что на самом деле борются зеленые? Олимпицы это организация, которая финансируется крупными американскими фондами, там фондами Ротфеллера. Однако реальность показывает, что состоятельные американцы и европейцы хорошо осведомлены о возможном приближении ледяного апокалипсиса и даже принимают меры к своему спасению. Но делают это по возможности избегая излишнего шума. Почти конспиративно. Янки активно скупают участки земли поближе к экватору не только в странах Латинской Америки, но и в Азии. От США не отстает ее бывшая метрополия Англия. Однако в отличие от американцев британцы предпочитают старый свет. Пользуются особой популярностью Балканы. Тоже как бы есть версия, что все события на Балканах они не случайны. Да, что эту территорию необходимо расчистить на случай определенных климатических изменений с тем, чтобы Балканы остались зоной пригодной для проживания в будущем. Однако фаворитом среди территорий, где можно будет пересидеть ледниковый период, является не Африка или жаркий азиатский регион. Как ни странно, эта страна находится далеко от экватора. Это страна Россия. Это покажется невероятно, но страна, значительная территория которой покрыта вечной мерзлотой, выбирается в качестве спасительного ковчега. Почему так привлекает Россия? Для ответа на этот вопрос нужно вновь обратиться в прошлое. Дело в том, что во время последнего ледникового периода можно сказать, что территории России повезло. А вот самое интересное, что западная, практически вся западная и вся восточная Сибирь были свободны от ледника в силу каких-то атмосферных переносов либо геотермических процессов, которые с основания могут продолжиться и впредь. Поэтому потери России от обледенения не столь лишь могут быть велики. А пока возможные иностранные агенты ведут полевую разведку интересных территорий России. Посмотрите, эти кадры облетели все мировые СМИ. На шельфе в Печорском море на российскую нефтяную платформу Приразломная совершена атака с корабля Arctic Sunrise. Экоактивисты пошли на абордаж. От них пришлось отбиваться подручными средствами, пожарными бронспойтами, вызывать на подмогу пограничников. Зеленым могли предъявить обвинения в терроризме. Однако под давлением международных организаций нападавших обвинили лишь в хулиганстве. Никакая подобная акция не может быть названа мирной. Это акция для осуществления определенных целей. Средства подбираются под конкретную ситуацию и под конкретную цель. Если нам надо закрыть эту несчастную Приразломную, ну зачем ее атаковать, не знаю там какими десантными кораблями высаживать на нее спецназ. Достаточно пустить экологов. С психологической точки зрения это безупречно. Отряд, атаковавший Приразломную, действовал по-армейски согласованно. Зеленые оказались оснащены современными средствами коммуникации, дорогостоящей профессиональной техникой. Посмотрите на эти корабли, ботискафы, моторные лодки. Оборудование и экипировка экоактивистов стоят немалых денег. Арктик Санрайз совершил крупномасштабную дорогостоящую экспедицию. Причем целью была выбрана арктическая нефтяная платформа, до которой добраться не так-то просто. Есть аналогичные нефтяные объекты и поближе, но зеленым нужен был именно этот, российский. Эксперты убеждены, Гринпис интересовала не экология, они отрабатывали очередной заказ. Норвегия, Англия и некоторые другие страны имеют более тысячи платформ в Северном море. Бритиш Петролиум 20 апреля совершила в Мексиканском заливе самую большую, самую чудовищную катастрофу в истории человечества. Хоть и Дин Гриспис я ведь сбыл там, эта катастрофа уменьшила, изменила климат во всем северном полушарии. А здесь дело идет с войной против России. Гринпис то есть Зеленый мир, Фонд защиты животных, Морской пастух, Полуоцена, Земля с начала, Майкла Роузела. Сегодня действуют десятки организаций, которые ратуют за улучшение экологии и воюют с глобальным потеплением. Их центры, как правило, базируются на западе. При этом зеленые взяли на себя право контролировать каждый плачок земли и наказывать тех, кто не желает подчиняться. Если возникает необходимость на какой-то территории или какой-то сфере ликвидировать конкурента, которые работают именно в промышленной или производственной сфере, тогда запускаются те или иные экологические группы, которые начинают демонизировать эти производства, рассказывать об их вредных последствиях и подводить под эту соответствующую научную базу. создатель Greenpeace Дэвид МакТаггард. Сегодня его биографы предпочитают скрывать некоторые факты из его жизни. МакТаггард был агентом по продаже недвижимости. Ему невероятно повезло. Он успел покинуть компанию за миг до ее финансового краха. Гуру зеленого движения занялся спасением планеты в 1971 году. И это оказался весьма прибыльный бизнес. Встал вопрос финансирования. А кто платит, чтобы эта организация существовала? Всегда находятся спонсоры, которые не просто дают деньги, а в западном мире никогда просто так не кидают деньги на ветер. Значит, эта организация должна лоббировать чьи-то интересы. Локальные, отдельных государств или отдельных сообществ или корпораций, международных корпораций, которые выделяют деньги этой организации Greenpeace. Поэтому в результате эта организация скатывается до термина, который у нас обозначен как коррупция. То есть, если кто-то проплачивает, то получает взамен какие-то собственные преференции. Представительство Greenpeace сегодня есть в 27 странах мира. Численность армии зеленых превышает 5 миллионов человек. На местах вреды активистов охотно принимают тех, кого можно быстро обработать. Людей восприимчивых к вирусу зеленой морали. Прежде всего молодежь. В России зеленые обосновались в 1992 году, когда в стране царил экономический и политический хаос. Фанатизм, он как раз и является характеристической чертой Greenpeace института. И с этой точки зрения, если мы посмотрим на эту организацию чисто психологически, мы можем констатировать, что эта организация по своей сути может считаться самой настоящей сектой, самым настоящим экологическим культом. Сегодня, между прочим, многие секты активно эксплуатируют именно тему экологии. Это извиняющие кедры России и различные секты, которые орудуют в рамках вегетарианства, и различные секты, которые строят так называемые экопоселения. По официальной версии, основной источник дохода зеленых добровольные пожертвования частных лейц. Региональные ячейки делятся прибылью с центром. Крупнейшая международная общественная организация получает ежегодный доход в сотни миллионов евро. И отследить, кто платит зеленым, практически невозможно. Какие проблемы? Мне дают деньги, говорят, это дашь 70% Гринпису, а 30% можешь взять себе. Примитивная элементарная схема. Таких желающих профинансировать Гринпис частным образом пруд пруди. В 70-е годы громкий скандал разразился во Франции. Журналисты тогда впервые доказали, что протесты зеленых против строительства атомных электростанций в стране на самом деле оплачивали американца. США просто были заинтересованы в продвижении на европейский рынок собственных энергетических компаний. Частные лица с их пожертвованием оказались связаны с правительством и бизнесом с американской пропиской. Гринпис это организация, которая финансируется крупноамериканскими фондами, там фондом Рокфеллера, Тернером, фондом Арктуров, это известно. Известно также, что им покровительствует Майер Эдмунд Эршильд, это наследник английской генерации Родшильда, который сам является создателем двух экологических организаций, которые активно борются за экологию, он является символом экологизма. И в этом плане понятно, что эта организация является конкретным инструментом этих корпоративных сил, чтобы они там не говорили. На что способны те, кто стоит за экологами и каковы их цели? А теперь внимание! Город русской славы Севастополь. Дорогой моему сердцу Симферополь, героический Крым. Сбылась моя мечта, еду к вам в гости. В Симферополе жду вас, уважаемые крымчане 28 июля во дворце культуры профсоюзов. В Севастополе буду 30 июля. Встречаемся в культурно-информационном центре. Кем у меня для разговора с вами море? Конечно, это Россия, Украина, Крым. Кто виноват и что делать, чтобы все, что натворили политические проходимцы с Майдана, быстрее закончилось? История. Великая история Крыма. Какие тайны еще не разгаданы? Крым таинственный, загадочный и непостижимый. Тут я хочу послушать вас, дорогие крымчане. Что скажете? Карадакское чудовище это сказка или в ней есть намек на реальность? Крымские мегалиты это так постаралась природа или ветхозаветные великаны? Захоронение людей с длинными черепами в Гурзуфе кто они? Гости с планеты Нибиру или последователи неведомого древнего культа. Для того, чтобы каждый из вас свободно мог поделиться своей историей, интересным фактом, невероятным наблюдением, мы даже специально из Москвы привозим с собой передвижную студию. Самые интересные из ваших рассказов мы покажем в наших программах. Самые шокирующие гипотезы, военная тайна, территория заблуждений. Итак, друзья, я еду в Крым. Какое счастье! В Симферополе жду вас 28 июля во Дворце культуры профсоюзов. В Севастополе буду 30 июля встречаемся в Культурно-информационном центре. Билеты на сайте касса24.ру ну и, конечно, в кассах этих уважаемых залов. Итак, до встречи в Крыму. Надеюсь, барабулька не закончится, массандра не высохнет и ночи будут ласковы, как всегда. Что скрывается за экологическими программами? Появляются прививки, которые, как выясняется, через 10 уже 15 лет вызывают бесплодие. Кто владеет климатическим оружием? Американцы научились вызывать где-то жару в каких-то регионах, где-то обливье. Недавно высшая техническая школа Цюриха провела уникальное масштабное исследование. Ученые составили модель глобальной экономики. Они использовали метод математического моделирования. Впервые удалось проследить связь крупных корпораций с их аффилированными и дочерними структурами по всему миру. Выяснилось, что сегодня транснациональные корпорации подобно паутине окутали все континенты. Они контролируют всю мировую экономику и финансы. Аграрный сектор, продовольственный рынок, промышленность, энергетика – все оказалось в руках богатейших семей, захвативших мировой рынок. Существует то, что мы называем мировым правительством. Реально это просто несколько соцсемей очень крупных, крупных предпринимателей, крупных мировых транснациональных бизнесменов, которые, как считается, управляют теми процессами, которые сейчас происходят на нашей планете. Это вот Бильдербергский тот же клуб. И я напомню, что обсуждается на заседаниях этого клуба время от времени. Эти информации естественно проходят. это, например, возможность сокращения населения Земли. Идею о том, что планету пора бы освободить от нескольких лишних миллиардов людей, озвучил англосакский биолог Джолиан Хаксли. Его принято считать отцом экологического движения. Хаксли стал первым генеральным секретарем ЮНЕСКО. В конце 40-х годов с международных трибун Хаксли говорил о том, что человек часть природы и должен беречь планету. Близкому окружению были известны и куда более радикальные предложения британского ученого. Именно он стал говорить о необходимости сокращения населения в силу того, что очень много людей распространяют на планете приведет к тому, что природа будет повреждена. На всех многого не хватит. То есть вот эта вот идея сохранения природы, которая является самоцелью, которая ставится выше всего, она была выскажена еще в тот период. Не так давно богатейший человек планеты совместно с фондом Дэвида Рокфеллера финансирует проект под названием «Альянс за зеленую революцию в Африке». Цель проекта обеспечить население черного континента продовольствием и борьба с болезнями. Однако на закрытой конференции в Лонг-Бич в своей речи под названием «Обновляясь к нулю», Билл Гейт заявил, что совсем скоро удастся сократить численность населения планеты аж на 15%. Каким образом? Может усилиями того самого зеленого альянса? Ведь в Африку уже завозят вакцины и семена ГМО-культур. Я могу сказать, что это очень коварное и очень мощное биологическое оружие, которое, в общем-то, с помощью вот этих трансгенных растений можно уничтожить население любой страны. Причем очень незаметным способом, без единого выстрела. Если, допустим, высаживают вот эти и поля, и кормят людей трансгенными продуктами, то они, как правило, приводят к бесплодию. Просто население перестанет размножаться. Вакцинацию, которую проводил Альянс за зеленую революцию в Африке, сопровождал серьезный скандал. В небольшой деревне Гуров в северной части Чада пострадали 50 человек. Молодых людей парализовало после применения препарата, разработанного против менингита специально для африканского континента. И этот случай проведения экспериментов над населением беднейших стран далеко не первый. Появляются прививки, которые, как выясняется, через 10-15 лет вызывают бесплодие. Вот эксперименты в Африке проводились такого рода эксперименты, когда из Европы ребята приезжали, детишек прививали, детишки, может, болеть переставали, но только потом сами уже рожать не могли. Вот это известно, это носило массовый характер. И то же самое экологические организации. В России выращивание гомоокультур категорически запрещено. Мы стараемся сохранить наши огромные природные ресурсы и человеческий потенциал, а также поднять свою экономику. Но провокации под видом борьбы за природу продолжаются. Недавно группу экологических активистов в очередной раз выдворили из России. На сей раз с полуострова Таймы. Богатые природными ископаемыми районы нашей страны по-прежнему как магнит притягивают зеленых активистов и их покровителей. Буквально каждый наш шаг, который нас усиливает, он встает в горле у наших партнеров. И естественно, что индустриальная мощь России никому не выгодна. И вот как есть экономические убийцы, так и индустриальные убийцы. То есть когда опять же очень сильно благовидным предлогом закрывается определенное предприятие, это наносится огромный ущерб. Но все-таки могла ли Россия устроить аномально холодную зиму 2018 в США? По словам экспертов, вся проблема климатического оружия в том, что рассчитать с точностью его эффект нельзя. Применение такого вида вооружений по-прежнему чревато непредсказуемыми последствиями. Воздействие вот такой активный на целом на климате, во-первых, оно обоюдоострое. Тот, кто инициирует эти изменения, он рискует получить не меньший обратный эффект. Но самое главное, что это как с применением ядерного оружия. Это абсолютно непредсказуемые колоссальные последствия, вплоть до тех, кто это прибегнет к применению такого вида активного воздействия. Соединенные Штаты Америки тоже часто страдают от серьезных климатических потрясений. Ураган Катрина, разрушивший Новый Орлеан, ураган Сэнди. Причем в искусственной природе этих ударов стихии не сомневаются даже сами американцы. Популярный метеоролог Скотт Стивенс недавно конкретно обвинил Россию в том, что это она в 2005 году наслала на Соединенные Штаты ураган Катрина и уточнил. Якобы это стихийное бедствие было вызвано искусственно военными управляющими погодным оружием, в основе которого лежит принцип электромагнитного генератора. Наши эксперты согласились с технической версией, но источник назвали однозначно. Судя по данным косвенным признакам, есть основания предполагать, что вот это Катрина, ураган Катрина, который снил Орлеан, город Новый Орлеан, как раз был инициирован действием американской системы ХАРП. Электромагнитный комплекс для изучения ионосферы ХАРП действительно мог бы с этим справиться. В отличие от своего российского аналога объекта СУРА в Нижегородской области, который расположен намного дальше. Существует очень забавное мнение, что Катрина, это август месяц, что как раз прогревали ХАРП, и что Катрина возникла благодаря усилиям американцев. И что она была очень выгодна на самом деле американцам. До этого Америка продала все свои стратегические запасы нефти за очень высокие деньги. Но благодаря этой трагедии она получила разрешение купить практически нефть по себестоимости. Там были колоссальные прибыльные операции, проведенные в результате Катрина. В конце августа 2017-го сильнейший за последние 12 лет ураган Харви накрыл штат Техас и его столицу Хьюстон. Четвертый по величине город США. Непрекращающиеся ливни, наводнения, затопленные поселения, 250 перерытых шоссе, закрытые больницы и аэропорты, 300 тысяч пострадавших. Кроме того, более 40 миллиардов долларов убытка. Шокированное последствиями Национальная Метеорологическая Служба констатировала. Происходящее просто беспрецедентно. Все его последствия неизвестны и выходят за пределы того, что мы переносили раньше. Уж не русские ли опять тут позаботились? Слава богам и слава инженерам. Мы пока опережем американцев, оружие есть, но массово оно не применяется. Почему? Потому же, почему не применяется ядерное оружие? Потому что есть паритет. Попытавшись так открыто применить климатическое оружие, можно получить очень жесткий и симметричный ответ. Кроме того, можно ожидать и нечто гораздо большее. Опять же, есть так называемые асимметричные ответы. То есть, когда на любое воздействие можно дать ответ в другой области, по другим физическим параметрам. С этой точки зрения Соединенные Штаты Америки очень уязвимы. Здесь и Йеллоу-Стоунский вулкан, и Калифорнийский разлом. Пороховые бочки, которые могут взорваться от любого детонатора. Погибнут миллионы невинных гражданских, а не солдаты. В июне лишь за одну неделю в том знаменитом Йеллоу-Стоунском заповеднике произошло 464 землетрясения. За одну только неделю. Ну, разная там магнитуда порядка двух баллов, но все равно 464 землетрясения всего лишь за одну неделю. Почему вдруг Вашингтон стал обвинять в бедах с непогодой Россию? Все дело в том, что произошла утечка информации об интенсивных испытаниях климатического оружия Пентагоном в прошлом году на территории ряда штатов Америки. Срочно нужен виновный, на которого можно перевести ответственность за последствия. Американцы научились вызывать где-то жару в каких-то регионах, где-то там ливни, вот, и вот разбалансировать вот эту климатическую систему они смогли, но управлять они не смогли. Не смогли, вот, чтобы управлять вот этими климатическими изменениями, которые они же вызывали. Скептики возразят. Катаклизмы, стирающие с лица земли целые города, были и раньше. Это действительно так. Землетрясения, цунами, потопы. Все эта планета переживала и не раз. С одним лишь отличием. Раньше между ударами стихии проходили десятилетия. Сейчас в лучшем случае месяцы. Не успеет один регион прийти в себя после пожаров, в другом начинаются наводнения. Землетрясения точечно поражают конкретные города и районы. Засухи сжигают урожаи, избирательно ударяя по определенным странам. Ливни разрушают инфраструктуры, нанося колоссальную ущерб. Причем, если нам, нормальным людям, даже не придет в голову, как можно наживаться на стихийном бедствии, это вовсе не значит, что кто-то другой не извлечет из этого выгоду. Войны будущего ведутся с применением сложных технологий и главенства у тех стран, которые сумели приручить стихии. Причем так, чтобы природа не ударила по ним же самим. А на сегодня шокирующей гипотез больше нет. Надеюсь, вам было интересно. А если кое-что из того, что мы сегодня рассказали, вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас не было задачи ввести вас в заблуждение. Мы лишь хотели показать все великое многообразие подходов к истинам, которые сегодня считаются незыблемы. До встречи в программе «Самые шокирующие гипотезы». Каждый день с понедельника по пятницу как всегда в 18.00. «Самые шокирующие гипотезы». Продолжение следует...